Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина, и как вы поняли с названия видео, сегодня будет тег, тег вкусняшки. Этот тег мне передала Танюша Крафт. Большое тебе за это спасибо, моя хорошая. Когда смотрела тебя, у меня прям уделялась слюна. Ну вот, девочки, это видео, я думаю, также чуть-чуть приоткроет дверь вам обо мне. Вы меня чуть-чуть побольше узнаете. И если вам интересно узнать меня чуть-чуть побольше, тогда вас приглашаю к просмотру. Надеюсь, вам будет интересно. И начнем с первого вопроса. Твое любимое блюдо? Мое любимое блюдо будет, наверное, банальным. Мне очень сильно нравится как итальянская кухня, так и немножко кавказская. То есть, мне нравится, к примеру, хинкалии, и также мне очень сильно нравится паста. То есть, я очень сильно люблю пасты, паста с морепродуктами. Прям, ну, очень сильно люблю. Второй вопрос. Твой любимый фрукт? Вот. Как я уже говорила в первом своем теге китайскому гороскопе, мой китайский портрет точнее. Мне очень сильно нравится такой фрукт, как рейфрут. Очень сильно люблю его вкус. Мне нравится сок. Ну, правда, очень сильно обожаю. Также мне нравится его аромат. Твой любимый овощ? Один из моих любимых овощей – это перчик болгарский. Люблю. Также мне очень нравится сочетание огурчики с помидорчиками. Ну, а если сочетание огурчики, помидорчики, и если там еще будет добавлено брынза, салат, тогда это будет вообще самый вкусный фрукт. Фотографируешь ли ты еду? Да, я фотографирую еду, но не все, что там, все, что попало. Да, я фотографирую то, что я, допустим, к примеру, испекла, приготовила. И если мне хочется вас направить на такой лад, чтобы у вас возникло желание покушать, и чтобы вы вместе со мной, может быть, сели попили чай, я отправляю данную фотографию в Инстаграм, и, может быть, кого-то я призываю к тому, чтобы попили чаек. Шоколад горький или молочный? Та-да-да-да. В свое время я занималась танцами, и вот так вот, девочки, наелась темного шоколада. Это был какой-то, я не знаю, я как сейчас вспомню, сколько я его кушала, в плане того, что когда хочется сладкого, и всегда говорили, что если хочешь сладкого, обязательно скушай только вот что-то, такой темный шоколадный. Мне кажется, я его наелась, и сейчас, в данный момент времени, я его вообще не кушаю. Я кушаю молочный шоколад такой, как Даф, ну, там, Милка, и, конечно, Риттер Спорт, куда же без него. Очень сильно люблю молочный шоколад с орешками. Кислое или соленое? Наверное, больше всего кисленькое. Мне нравится что-то такое вот с кислинкой, ну, конечно, без фанатизма. Соленое нет, как-то что-то я вот наелась. Как часто я, как часто ты кушаешь, чипсы или сухари? Сухари я вообще не грызу, вообще их не люблю. Чипсы, ну, если честно сказать, я уже забыла, когда последний раз кушала чипсы, потому что у меня какой-то прошел бум на чипсы, и прям я вот серьезно, я их не хочу, у меня нет желания. Даже если мы их берем, покупаем домой, у меня может спокойно муж посидеть, похрумкать, и у меня как бы особого желания не возникнет к нему присоединиться. Как относишься к газировкам? Ну, я не скажу, что я протестую против газировок, просто я их не пью, я их не люблю, мне не нравится послевкусие, после газировок, мне не нравится то, что там слишком много содержится сахара, после которого хочется еще больше пить. Как-то вот, ну, нет, не особо люблю, и поэтому как-то и супруг у меня их не очень любит, и мы нашли друг друга, и прям все замечательно. Если бы ты села на диету, то какую? Вот в плане диеты и такого, скажем, какого-то правильного питания, я готова снять отдельное видео, если честно, потому что, как я уже упомянула, я занималась танцами, у меня была своя тогда, можно сказать, диета, это модно так называть, да, диеты там всякие разные, и после того, когда я родила ребенка, это, наверное, не секрет, это, наверное, каждая женщина понимает то, что после родов нужно восстанавливаться, после родов нужно как-то себя приводить в порядок, потому что, к сожалению, либо к счастью, мы набираем какие-то лишние килограммы, когда просто себя беременную не можем усмирить у стола. Так что, в принципе, я отношусь к диетам как-то, знаете, так толерантно, если вам интересно послушать мое мнение о том, как восстановиться после родов, как можно быстрее, пишите в комментариях, может быть, я сниму отдельное видео, может быть, тот, кто хочет сейчас похудеть, схуднуть, либо просто потерять какие-то объемы, тоже пишите, может быть, мы с вами, я поделюсь своим опытом и своими какими-то маленькими, небольшими секретами, можно так сказать, либо закономерностями, и вам это поможет. Так что, будет интересно, пишите. В чём я себя ограничиваю? Честно? Ни в чём. То есть, у меня нет такого, что я себе что-то запрещаю, не есть жирное, острое, там ещё какое-то. Нет, я себе ни в чём не запрещаю. Я, наверное, знаете, когда-то очень давно прочитала такое высказывание, что нужно кушать то, что ты хочешь. Я сейчас говорю слово «кушать». Не простите «жрать», а «кушать». Поэтому как-то вот ограничивать себя в чём-то. Я не ограничиваю, просто кушаю то, что мне хочется скушать на данный момент времени. Сырное фондю или шоколадное? Но так как я безумная сладкоежка, просто, наверное, таких сладкоежек нет в этом мире. Я, наверное, ну, может быть, если есть, то их мало таких, как я, потому что я фанат просто всего сладкого, поэтому я выберу шоколадное фондю. Хотя я его ни разу не пробовала, но я люблю очень сильно. Я сама умею варить шоколад, и мне очень нравится, ну, так скажем, кухонное фондю, когда я приготовлю, пеку торт, либо ещё что-то такое, знаете, десертное. Я люблю туда что-то махкать, и так вот, ну, и это трескать. Так что вот так вот. Твоя любимая... Я не поняла вопрос. Твоё отношение к фастфуду. Простите, девочки, за паузу, я просто написала, я не поняла. Моё отношение к фастфуду. Моё отношение к фастфуду. А никак, потому что я не люблю фастфуд, и вообще, то есть, когда мы даже, если у меня супруг, он может сказать, пойдём сходим там в KFC, либо в Макдональдс, или ещё куда-то, давай там заедем. Я вообще протестант. Вообще. Я не люблю фастфуды. Я не люблю вот это вот ощущение того, что это может быть жарилось там на 48 раз уже, там масло какое-то позорное будет, либо ещё что-то. Вообще не люблю, потому что отношение к фастфуду, это цена-качество, и мне кажется, оно не может. Какой-то продукт стоит ниже, чем практически его себестоимость. И как-то, ну, я не очень к нему отношусь, и я считаю то, что должно быть вкусно правильно, но не как быстро, там скорее наспех. Так что к фастфуду я отношусь абсолютно не очень хорошо. Сколько мороженого могу съесть? О, девочки, это вот это про меня. Это я. Мне было 16 лет, и я съела килограмм мороженого. Нет, 15 лет мне было, и я съела целый килограмм мороженого. Да, девочки, мне было потом ужасно плохо, но я была такая довольная, я навернула целый килограмм пломбира. И поэтому сколько я могу съесть мороженого? Легко килограмм, наверное, да. Какого-нибудь фисташкового, и вот, да, я его съем. Обожаю фисташковое мороженое. Любишь ли ты пиццу? Ну, очень, очень люблю пиццу. Как я уже сказала, я люблю вот это вот итальянское все. Мне нравятся пасты, мне нравятся пиццы. Пиццы люблю домашние, а люблю также в каких-то пиццериях. Пиццерии, вот именно какие-то вот ресторанчики итальянские, где, допустим, ну, позднее заручаются за качество продукции, но хотя бы это будет более-менее приемлемо. То есть, как бы, я люблю пиццу, да, так что, девочки, приготовьте пиццу, зовите меня, я вообще не откажусь. Это были все вопросы, на которые я должна была ответить. Надеюсь, вам было интересно. Простите за какие-то косяки во время ответа. Вот, ну, так вот отвечаю, как написала, и прям при вас отвечаю, так что вот практически не готовилась к этому, кроме того, что поставила штатив и поставила камеру. Если вам интересно, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на меня здесь, или здесь будет ссылка на мой инстаграм. Не забывайте подписываться на меня, чтобы не пропустить новые видео. Конечно же, пишите свои комментарии, может быть, у вас будут какие-то вопросы. Не забывайте, еще в силе тот момент, если вам интересно послушать, как восстановится после родов, либо мой способ восстановления и мои какие-то диеты, тогда я сниму для вас отдельное видео, потому что я прекрасно понимаю, мы все девочки, и мы всегда ищем какие-то подсказки в момент того, когда мы хотим убрать объем, либо похудеть и выглядеть лучше к лету. Лето у нас не за горами, так что, думаю, если вам интересно будет, пока не поздно, давайте будем снимать и друг другу помогать. Простите, что так много наболтал, сегодня прямо у меня фонтан эмоций. Всех люблю, целую. С вами была ваша Ира. Увидимся в скорых видео. Всем пока-пока.